вот друзья еще одну нарезку делаю вот сейчас на одном из холмов я нахожусь вальсаина вот ну вот такой вот здесь вот х пейзаж знаете как еще о чем сказать что вот сейчас вот там гора гвадарама гора гвадарама вот дальше мы сейчас просто спустимся и пойдем туда ну вот вот так смотрите здесь кругом животные ходят чем так в больших количествах на никто их тут не стережет они тут сами когда надо там на мочи приходят все так никто их не не они теряются здесь вот вот смотрите и он огромный тоже устала и там нам быки которые всегда охраняют ну я туда подходить не буду что хочу сказать природа здесь вы знаете она мне напоминает очень напоминает пред горе алтая пред горе алтая вот именно так понимаете потому что вот вот такие вот сосняки огромные понимаете ну конечно там там кедры там все там там это понятно но ну что-то такое значит напоминает вот вот смотрите вот дальше вот эти вот такие в луны мхом поросшие надо это же типичный вот имя для предгорье алтая таких вот понимаете вот ну по крайней мере всегда так и так было попробую вот такая сейчас нарезочка такая она не не могу вам сказать типичные просто решил так вот немножко периодически вот буду делать такие это вещи да вот вот друзья но дышится здесь ребята я хочу вам сказать это просто вот восторг понимаете вот восторг всего организма если так сказать вот понимаете может быть у людей какое-то превратное впечатление о в испании иногда бывают выжженные горы там жара какая-то значит он там все понимаете вот здесь по всякому есть есть и есть и снег здесь понимать все здесь есть то есть вот родная считая так сказать скажем так значит родная такая играть природа понимать она для россиянина это вот ну просто замечательно да вот каждый год я практически туда приезжаю чтобы вот немножко здесь походить походить за грибами походить просто подышать походить по этим горам вот посмотреть вот на этих вот быков вот так что вот вот такая природа она меня очень здорово стимулирует помимо других каких-то увлечений ну вот так